Кровавый спорт Суперфильм с участием Ван Дамма Кинолента, замотивировавшая многих пойти в спортзал, в секции бокса, карате, ушу и прочих единоборств Фильм, благодаря которому в каждом дворе появился чувак, который ловко крутил вертушки и садился на шпагат Эх, золотое время Идея этой культовой киноленты родилась у сценариста Шелдона Летича Шелдон познакомился с авантюристом по имени Фрэнк Дюкс Часами сценарист впитывал истории о боевых искусствах, таинственном Востоке и жестком турнире, в котором он, Фрэнк Дюкс, участвовал и победил Да не просто победил, а поставил множество мировых рекордов Видя, что его слушают с раскрытым ртом, Фрэнк Дюкс навешал очень много качественной экзотической вапши на уши Шелдону Летичу Сценарист побежал писать сценарий, а Фрэнк, чтобы закрепить эффект от своих басен, нашел свидетеля, который подтвердил, что и он там был, мед, пиво, пил Сценарий Шелдона оказался понятным и захватывающим Его работой заинтересовалась одна из самых знаменитых сейчас и культовых кинокомпаний 80-х годов «Кэнон Групп» Стареющий Чак Норрис уже многих раздражал, и было большое желание заработать деньжат на новой звезде боевых искусств Ни Шварц, ни Сталлоне лупить врагов ногами не умели, поэтому подвернулся шустрый бельгиец Жан Клод, который до этого сыграл пару никчемных ролей плохих русских в фильмах «Тигр карате» и «Черный орел» Снимать киноленту поехали в Гонконг, договорившись по максималке использовать местные человеческие ресурсы Готовые трудиться сутками за относительно небольшие деньги и, главное, ради полезных знакомств с американцами Нет ничего интереснее состязаний. Состязаний в чем угодно – в тупости, в спорте, в сексе, в обзорах на фильмы и прочее Человек так устроен, что всегда даже на подсознательном уровне будет соперничать А гораздо более интересно свести вместе соперников из разных стран Соответственно, с разным менталитетом, культурой и прочими отличиями Так и в ленте «Кровавый спорт» В закрытом турнире лицом к лицу сошлись бойцы из разных стран Представляющие разные боевые искусства, в том числе и очень-очень экзотические Разные по своей харизме и внешнему виду были и актеры, исполнявшие роли бойцов Весьма хорош в роли представителя США Дональд Гибб Этакий вечно полупьяный хулиган-рестлер Или, например, тот же Пауло Тока Профессионально занимавшийся тайским боксом и другими единоборствами На тот момент уже снявшийся в лентах трэша-дела Готфри Хо и с актером Джеттом Ли Любопытен факт, что в съемках в роли одного из бойцов Пронимал участие закадычный кореш Ван Дамма по имени Мишель С которым они приехали покорять Голливуд в начале 80-х Кстати, именно он противостоял Ван Дамму в фильме «Кикбоксер» Где его до неузнаваемости загримировали в азиата по имени Тонг По Но все эти актеры-бойцы меркнут перед главным соперником Ван Дамма по этому фильму Роль бойца из Южной Кореи сыграл Боло Йенг Человек, которого сценарист картины Шелдон Летич окрестил как Самый добрый и спокойный, которого он когда-либо встречал в своей жизни Перевоплотился Боло в злодея Чонг Ли просто потрясающе Ходят слухи, что еще в конце 60-х Боло Йенг был настолько здоровым малым, что Спасаясь от коммунистического режима, вплавь преодолел пролив, разделяющий Гонконг и материковый Китай На момент съемок в «Кровавом спорте» Боло Йенг был уже состоявшийся актер, бодибилдер и отец Который постоянно нянчился на съемочной площадке со своим маленьким сыном Чего не скажешь о его герое Чонг Ли Который могучими и иногда подлыми ударами сокрушает своих врагов Делая их инвалидами, либо вовсе отнимая жизни Хочу отметить, что в отличие от того же кореша Ван Дамма в кикбоксере Боло Йенг более органично подходит в качестве противника к Жану Клоду Уже тогда заметно, что Ван Дамм не просто пинает грушу, но также усиленно занимается в качалке И если уж и пугать Ван Дамма, то реальным азиатским геркулесом Боло Йенгом Постановкой боев занимался Фрэнк Дюкс Нахватавшийся верхушек в боевых искусствах Балабол Это просто чудо, что этот субъект не испортил фильм Я бы назвал это парадоксом и одной из мистерий кинематографа Когда человек, который обвел вокруг пальца всех, сумел стать столпом Вокруг которого построили фильм Ставший в свою очередь объектом почитания фанатов Ван Дамма, Боло Йенга, да и вообще всех любителей фильмов о восточных единоборствах Наверное, поэтому ему в принципе простили все те россказни о невероятном турнире, в котором он победил Меч-приз якобы продал в помощь детям-сиротам А кубок, как выясняется, был изготовлен в соседнем городе Да и вообще, как выясняется, Фрэнк Дюкс не выезжал в своей жизни дальше Сан-Диего Отдельной похвалы заслуживает музыкальное сопровождение Пола Херцога Электронные биты и мелодичные пассажи синтезаторов делают свое дело точно А композиция под названием «Триумф» особенно ценна для видеоряда, где Ван Дамму пасит Боло Йенга В фильме то, чтобы безнадежно устарел, нет Он смотри, блин, и сейчас Как таковой он послужил лекалом для десятков других Похожих один в один или имеющих ту же основу Я понимаю, что до кровавого спорта был фильм с Брюсом Ли «Выход дракона» Где, кстати, также снимался Боло Йенг Но кровавый спорт обладает своей харизмой Эта история может быть вечной Просто для каждого десятилетия она немного по-новому рассказывается В 70-х это «Выход дракона» В 80-е «Кровавый спорт» А в 90-х «Смертельная битва» Это прекрасная работа Настолько успешная, что даже сборы от проката в кинотеатрах окупились в 10 с лишним раз Не считая видеопроката Успех сподвиг Ван Дамма и продюсера снять фильм «Кикбоксер» Который также был успешен и обязан практически той же структуре истории, что и «Кровавый спорт» «Кровавый спорт» имел несколько менее успешных продолжений Но предприимчивые азиаты пошли еще дальше Буквально на следующий год после выхода киноленты Они сняли картину «Кровавая битва» Ну, очень напоминающую «Кровавый спорт» Дежавю во всем Даже Боло Йенг в красных шортах присутствует «Кровавый спорт» сделал из Жан-Клод Ван Дамма суперзвезду Голливуда Пусть и на короткое время А мы из этого фильма узнали, что кирпич не дает сдачи А также рады были посмотреть на молодого Фореста Уитакера Спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте лайки Всем удачи!